Ущерб от гибели озимых в республике оценивается в 6 миллиардов рублей. В некоторых районах морозы уничтожили до 40 процентов всходов. Причиной могли стать и различные заболевания растений. В перечень районов с неблагоприятной ситуацией по озимам могут войти Чешминский, Благоварский, Аургазинский, Кармаскалинский и еще ряд районов, где пострадало более 17 процентов площадей. В Бакалинском и Шаранском районах уничтожено почти половина всходов. В настоящее время ситуацию изучают федеральные эксперты. По итогам мониторинга будет ясно, введут или нет режим чрезвычайного положения на территории Башкортостана. В Башкирии утвердили порядок и условия предоставления государственной поддержки врачам дефицитных специальностей, прибывшим с 2019 года на работу в государственные медицинские организации. Сумма выплаты 1 миллион рублей. Получатель должен отработать по специальности в назначенном медицинском учреждении не менее пяти лет. В Ишимбайском районе в селе Урман Бишкадак свалке присвоено имя арбитра FIFA Владимира Москалева. Решение закреплено в специальном постановлении сельсовета. По словам главы администрации сельского поселения Амира Софиулина, все сельчане возмущены судейством Владимира Москалева. И его имени вот тут самое место. У нас в деревне не помнят таких судей со времен Великой Отечественной войны, когда заколоски, принесенные домой, тюремные приговоры давали. Как раз думали, как полигон новый назвать. Болельщики уфимские на сайте и подсказали такое решение, заявил Амир Софиулин. В Уфе завершились соревнования пауэрлифтеров. В рамках соревнований установлен рекорд России по жиму лежа в экипировке Слингшот. Во Всемирной Федерации без экипировочного пауэрлифтинга восьмикратный чемпион мира Эмин Мамедов по жиму штанги взял вес 430 килограмм со второй попытки. Однако после удачного подхода мужчина ненадолго потерял сознание. 30-летнего капитана полиции из Уфы объявили в федеральный розыск. Правоохранитель сбежал после пыток над 17-летней девушкой, которой он заставлял признаться в грабеже, применяя насилие и наручники. Когда полицейского отстранили от работы следователя, он взял служебный автомобиль и пустился в бега. Позднее транспорт обнаружили около отдела полиции советского района Уфы.